В этом видео речь пойдет об изменениях в области налогообложения, которые напрямую касаются болгарских операторов цифровых платформ. Меня зовут Вадим Вильде, и я приветствую вас на канале International Expert. Под цифровыми платформами подразумеваются все онлайн-магазины, сайты по ориенте жилья, а также транспортных средств и сайты, предоставляющие персональные услуги. Новость об изменениях в налоговом кодексе была опубликована 8 декабря 2022 года, а сам закон вступил в силу уже с 1 января 2023 года. Теперь операторы цифровых платформ обязаны в течение первых двух месяцев 2024 года предоставить полную и достоверную информацию о доходе онлайн-магазина или онлайн-платформы за календарный год. Хочу отметить, что условия налогообложения изменились только для платформ, которые принадлежат компаниям, зарегистрированным на территории Болгарии. Целью внесенных изменений является усиление мер борьбы с неуплатой налогов. Как уже было упомянуто, изменения затронут владельцы всех онлайн-платформ, которые приносят доход. Уже в начале 2024 года все владельцы онлайн-магазинов, риэлтовских сайтов, платформ по сдаче в аренду самокатов, автомобилей, микроавтобусов, а также всех других транспортных средств, также владельцы онлайн-платформ, которые предоставляют, например, косметические услуги, клининг-услуги, строительные или отделочные работы. Все они будут обязаны предоставить отчет о доходе своей онлайн-платформы за 2023 год. Регистрация оператора цифровой платформы в Болгарии происходит через Национальное агентство по доходам. Вам необходимо предоставить такие данные, как свое полное имя и фамилию, почтовый адрес, личный электронный адрес, ссылку на сайт, идентификационные номера налогоплательщика, заявление о желании стать оператором болгарской онлайн-платформы и перечень государств-членов ЕС, о гражданах которых предоставляется информация. Регистрация происходит в электронном виде, и в случае ее успешного прохождения оператор получает индивидуальный идентификационный номер и уведомляет компетентные органы других государств-членов ЕС в электронном виде. Изменения в законе предусматривают проведение обязательной отчетности операторами цифровой платформы. В частности, отчетная информация включает, среди прочего, персональные данные оператора, адрес его регистрации, индивидуальный идентификационный номер оператора, сведения об операторе платформы и самой платформе. В случае с юридическим лицом собирается дополнительная информация следующего характера. Наименование компании, основной адрес, идентификационный номер плательщика НДС. А также нужно указать страну или страны, в которых оператор ведет деятельность. Онлайн-платформы, связанные с арендой недвижимости, предоставляют такие дополнительные данные, как адрес и кадастровый идентификатор каждого объекта, общее количество календарных дней за год, в течение которых объект был сдан в аренду, тип недвижимости, дом, квартира, офис, студия и доход, полученный от аренды за каждый квартал. Операторы цифровых платформ обязаны также собирать информацию о своих пользователях. Каждый пользователь идентифицируется на онлайн-платформе, и о нем собирается информация следующего характера. Имя, основной адрес проживания и дата рождения. Стоит сказать, что корпоративный налог Болгарии составляет всего 10%, является одной из самых низких налоговых ставок в ЕС. Поэтому регистрация компании именно в этой стране является действительно выгодным решением. А новое введение директивы DAC7 помогут эффективно и быстро подавать налоговую отчетность согласно стандартам ЕС. Откройте для себя новые возможности ведения бизнеса в стране ЕС вместе с International Expert. Оставляйте заявку на персональную консультацию специалисты компании, а также пишите свои вопросы в комментариях, и я лично отвечу на каждый из них. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До новых встреч!